Легион, российская рок-группа, играющая в жанре хеви-метал и пауэр-метал, является одной из первых хард-рок-групп в СССР. Основатель группы Олег Царев, в 1981 году к нему присоединился Алексей Булгаков, который остается в ней по сей день и является основным композитором и вокалистом. Официальным годом основания группы считается 1982 год, когда она дала свой первый концерт. История. Советский период. Первый состав группы входили Алексей Булгаков, Александр Цветков, Олег Царев, Юрий Винокуров. Первый концерт состоялся весной 1982 года. С этого момента идет отсчет истории коллектива. В 1983 году Винокурову сменил Сергей Комаров. В таком составе был записан первый магнитоальбом группы «Битва», который включил в себя пять песен. «Скажи, разумный человек», закружила земля непогода, дьявол, свет в окне, культ волшебник. В настоящее время альбом считается утерянным. В начале 1984 года Александра Цветкова сменила Алексей Чернышев, а Булгаков передал бас-гитару в руки Олега Царева. Спустя полгода для усиления звучания Чернышев привел второго гитариста Сергея Стасиловича. Группа начала давать концерты на таких площадках, как ДК завода «Серп и Молот», ДК МЭОВЗ. В январе 1986 года коллектив подался в Московскую РУК-лабораторию и, успешно пройдя прослушивание, стал первым коллективом, вступившим в нее. Группа приобрела официальный статус и смогла давать больше концертов абсолютно легально. В том же 1986 году «Легион» записал свой второй магнитоальбом «Апокалипсис» с преимущественно батальной тематикой текста. В феврале 1987 года группа приняла участие в фестивале «Надежд», организованном Московской РУК-лаборатории и заняла там второе место. В качестве приза коллектив записал несколько песен в Доме радио для последующей их радиотрансляции на Дании или Голландии. Через короткое время оттуда было получено приглашение на гастроли, однако как раз в этот момент в группе назрел первый серьезный кризис. Комарова и Чернышева, увлекшихся к СИАТ и ЭСИ, ДИСИ, перестал устраивать академический вокал у Булгакова. Они считали, что вокалист должен орать и хотели заставить Булгакова петь так же. Однако тот в ответ заявил, что его голос не подходит под такую манеру пения. В процессе конфликта Комаров и Чернышев переубедили Стасиловича и Царева в необходимости смены-вокалиста. Поэтому Алексей Булгаков покинул коллектив, однако им так и не удалось найти ему достойную замену, и группа распалась. Осенью 1987 года Царев предложил Булгакову возродить легион. Барабанщиком стал Алексей Архипов, а на место гитариста вернулся Сергей Стасилович. В начале 1988 года по его инициативе в группу был приглашен второй гитарист Владимир Лобанов. Коллектив устроился в центр Стаса Намина и возобновил активные гастроли. Впервые легион выехал на Дальний Восток, в Хаборовск и по поселкам вдоль Бама. Для концертной программы были сочинены ряд новых песен, большая часть из которых в итоге так и не была записана в студии. На краю, год 37-й «Как же я устал» песня «И жив и мертв» вышла лишь в 2003 году. Впервые тексты к песням были написаны сторонним поэтом Александром Афанасьевым. В начале 1989 года коллектив покинул Владимир Лобанов, его место занял Леонид Мажухин. Практически сразу группа расстается с концертным центром Стаса Намина и пускается на вольный хлеба. Результатом непродуманного подхода к проведению концертов Царев и несколько других участников разругались с местными организаторами в Пятигорске. Будучи в неадекватном состоянии, все были арестованы на 15 суток за дебош, а по возвращении в Москву Царев отказался сотрудничать с Булгаковым. С тех пор оба независимо собирали составы, используя название «Легион». Алексей Булгаков влился в группу «Сердечный привет» и предложил музыкантам взять название «Легион». Таким образом сложился очередной состав. Алексей Булгаков, Сергей Степанов, Олег Троскин, Сергей Баландин, который сразу же сочинил и записал семь песен в стиле хард-рок. Тексты к этим песням написал Афанасьев. Позднее эта запись была неофициально издана под названием «Последний шаг». Затем коллектив устроился в дагестанскую филармонию, находившуюся под руководством Вадима Зорина и сначала проехался по Баму, затем отправился в Дагестан. Там случился очередной инцидент. В городе отключили свет и местная публика стала возмущаться внезапному прекращению концерта. Музыкантов посадили в автобус, однако разгоряченная толпа быстро его обставила и начала раскачивать. После решения проблемы с энергообеспечением группа все же доиграла концерт. Однако Булгаков остался недовольным работой Зорина над организацией этого концерта. Разлад Зориным вызвал распад этого состава. Места ушедших Степанова и Баландина заняли Сергей Салкин и Карим Суворов. Однако в 1989 году наблюдался значительный спад интереса публики к тяжелой музыке, поэтому на долю этого состава выпало очень мало концертов. Группа приняла решение попытать счастье за границей. Для этого она записала несколько песен на английском языке «Said Fire Go», которые официально также не были нигде изданы. А данная запись в интернете известна под названием «Демо 1991». Попытки обращения в структуры, связанные с западными продюсерами, не увенчались успехом, а в стране наступил кризис. Вслед за распадом СССР распался и этот состав группы. В 1990-е – 1992 году Алексей Булгаков сочинил несколько мелодий в стиле прогрессив рок и собрал первый российский состав «Легиона», в который также вошли Дмитрий Ховин, Станислав Козлов и Сергей Воробьев. В июле Ховин и Воробьев покинули группу, на их место пришли Юрий Крюков и Константин Федотов. Именно в таком составе был доработан и записан англоязычный альбом «Night of Cross», который стал первым и последним альбомом, вышедшим на виниле, и считающийся дебютным альбомом «Легиона». При этом стоит отметить, что барабаны были забиты в драм-машину, поскольку барабанщик не смог корректно записать свои партии. А несколько сольных гитарных партий записал Вячеслав Молчанов. В 1993 году Алексей Булгаков, экс-гитарист Сергей Салкин и еще несколько сессионных музыкантов специально для сборника «Онтология христианского рока» записали песню «Не бойся, войти в храм». Фактически песня является переделанной версией песни «666» из демо-альбома «Последний шаг», но уже с другим текстом. В том же году умер отец-основатель группы Олег Царев. Он так и не смог набрать новый состав своего «Легиона». В 1994 году Булгаков пробуется в группу «Ария» на место Валерия Кипилова, однако возникшие творческие разногласия с музыкантами, а также позиция либла вынуждает вернуться в группу Кипилова, после чего Булгаков и Козлов набирают новый состав «Легиона». Гитаристом становится Вячеслав Молчанов, а барабанщиком Дмитрий Кривенков. Группа продолжает работать в стиле прогрессив металл и записывает в 1995 году демо-альбом «Second Creation», а также начинает активно давать концерты в столичных клубах. Через некоторое время Булгаков знакомится с поэтом Евгением Миконбой, который предлагает сотрудничество. Результатом становится записанной на рубеже от 1995 до альбом «Дай мне имя», была до 19 лет, становится хитом среди поклонников коллектива. Распространением альбома на кассетах занимался сам Булгаков со своей женой Мариной. Обложка от него была нарисована лишь в 1999 году, тогда же официально он был издан. В 1996 году Алексей Булгаков и экс-гитарист классического состава Алексей Чернышев предпринимают попытку перезаписать в домашней студии Чернышева. Хит о 80-х, спустя год альбом «1980-1987» был закончен и вышел в декабре 1997 года. Это событие резко переломило ситуацию в концертной деятельности «Легиона». Однако к тому моменту группу покинул Вячеслав Молчанов по причине малого количества концертов. Его сменял выпускник рок-гимназии Андрей Голованов. В 1998 году обновленный состав записывает новый альбом «Пророчества». Выход которого задержался на несколько лет из-за экономической ситуации в стране. В 1999 году на стихи Владимира Сергеева Булгаков сочинила очередной альбом «У окна», который был издан спустя год. В 2000 году группа подготовила новую патриотическую концертную программу на стихи Сергеева. Слушатели хорошо приняли новые песни со столь необычной текстовой тематикой для металлических исполнителей. Осенью по совету Молчанова группу покинул Дмитрий Кривенков. Его место занял Сергей Яронов. А в мае 2002 года, перед началом записи альбома «Маятник времен» коллектив покинул Андрей Голованов. Он пошел искать себя в группе певицы Мара, которую тогда интенсивно раскручивали. Новым гитаристом стал Денис Катасонов. А в 2003 году, в процессе сведения нового альбома в группе появился новый участник клавишника Александр Орлов. Поначалу он тяжело входил в концертную программу, так как старые песни не предполагали участие клавишника. Но позже для них были придуманы новые аранжировки. Реакция поклонников на такие изменения была неоднозначной. В июле, разочаровавшись по спой, в группу вернулся Андрей Голованов. Он сочинил аранжировку для нового сингла «Игра», который Александр Шамраев попросил написать коллектив для хоккейной команды Измайлова. Сингл вышел в 2004 году. В ноябре 2003 года группу Кипелов покинул гитарист Сергей Терентьев для основания собственного проекта «Артерия», который пригласил в качестве вокалиста Алексея Булгакова. Валерий Кипелов, в свою очередь, предложил место гитариста в своей группе Андрею Голованову. В результате рокировки Голованов уходит к Кипелову. В Булгаков начинает сотрудничество с Терентьевым. Новым гитаристом «Легиона» становится Сергей Бакарев. В новом составе «Легион» записывает очередной экспериментальный альбом «Стихи огня» в стиле Power Metal, который вышел в декабре 2004 года. Летом 2005 года, после записи дебютного альбома «Булгаков» вместе с Сергеем Ярановым, который также участвовал в записи, покидает проект «Артерия». Спустя короткое время, в связи с занятостью бизнесом «Легион» покидает Сергей Бакарев. Его место занял однокошник порог гимназии Владимир Лицов. В том же году компания CD Maximum переиздает альбомы «Дай мне имя» у окна «Пророчества». В последние два были включены бонус-треки. В первые несколько песен с альбома «Маятник времен» перезаписанные при участии симфонического оркестра. Во второй несколько песен Алексея Чернышева, записанные на его домашней студии при участии Алексея Булгакова. В ноябре 2005 года на фестивале «Экология души» на МС «Алужники» группа записала свой первый концертный альбом «Четыре стихии». Была также снята и выложена в интернет-видеоверсия этого концерта. В апреле 2007 года вышел восьмой студийный альбом «Мифы древности». К работе над текстами возвращается Евгений Миканба. А уже осенью к 25-летию группы вышла первая книга «Рыцарь и легиона» о ее истории. В 2008 году коллектив покинул Сергей Яронов, его место занял Петр Малиновский, «Наши дни». В 2010 году вышел девятый студийный альбом «Невидимый воин», а в 2012 году новый мини-альбом «Новые грани». В 2013 году вышел первый альбом совместного проекта Алексея Чернышева и Алексея Булгакова «Океан фантазий». В него вошли несколько перезаписанных вещей коллектива из 80-х, которые по разным причинам не вошли в альбом «1980», «1987», перезаписанные в лучшем качестве бонус-треки к альбому «Пророчества», а также несколько новых песен Чернышева. В 2015 году вышел второй альбом проекта «Плач оборванной струны». Последний состав «Легиона» оказался самым стабильным за всю его историю. Пока в феврале 2016 года коллектив не расстался с Владимиром Лицовым, в группу вернулся Сергей Салкин. В состав группы сегодняшний состав Алексей Булгаков. Вокал – Сергей Салкин. Гитара – Станислав Козлов. Бас-гитара – Александр Орлов. Клавишный – Петр Малиновский. Ударные – бывшие участники. Олег Царев – бас-гитара. Юрий Винокуров – ударные. Александр Цветков – гитара. Сергей Комаров – ударные. Алексей Чернышев – гитара. Сергей Стасилович – гитара. Владимир Лобанов – гитара. Леонид Мажжухин – гитара. Алексей Архипов – ударные. Сергей Степанов – гитара. Сергей Баландин – ударные. Олег Троскин – бас-гитара. Дмитрий Ховин – гитара. Сергей Воробьев – ударные. Юрий Крюков – гитара. Константин Федотов – ударные. Вячеслав Молчанов – гитара. Дмитрий Кривенков, ударный, Андрей Голованов, гитара, Сергей Яронов, ударный, Денис Катасонов, гитара, Сергей Бакарев, гитара, Владимир Лицов, гитара, дискография, магниты альбомы, битва, апокалипсис, демо альбомы, последний шаг, демо, 1991, Second Creation, студийные альбомы, Night of Cross, 1980, 1987, Дай мне имя у окна, пророчество, маятник времен, стихи огня, мифы древности, Невидимый воин, сингл-эпи, игра, новые грани, танки рвутся в ад, концертный альбом, 4 стихии, сольные проекты Булгаков Федотов, диагноз номер один, Чернышав Булгаков, океан фантазии, Чернышав Булгаков, плач оборванной струной, видеоклипы, 19 лет, царица черных скал, листопад, лунный свет, интересные факты, группа принимала участие в концертах христианского рока и издавалась на соответствующих сборниках.